привет привет друзья мои посмотрите снова у нас пошел град он конечно такой меленький такой возможно даже незаметный вот я специально крышу показываю чтоб вы увидели что это град ну вот может быть если даже там смотреть на темный забор то видно что град идет это я из своего окна вот сегодня у нас 3 апреля видите вот как все таки переменчива погода сегодня у нас плюс 4 всего лишь навсего очень похолодало пришлось опять включить мне отопление вот играть друзья вот может быть даже здесь будет вам виднее что град идет довольно сильный не знаю видно вам нет я перешла на кухню мне так вот прям там вот на у на фоне тех зеленых деревьев очень сильно видно град так что друзья вот видите как бы то ни было а погода понимаете вот она все равно я вот насколько замечаю в разных местах живу бывает в москве говорят что резко похолодало у нас в ростове-на-дону допустим тепло а потом бабах на следующий день в ростове похолодало ты все равно как-то одинаково ну видите что делается я так вот сегодня связи с тем что я дома никуда я не пошла гулять конечно по такой погоде я не пошла и вот сегодня хочу вам знаете что показать а уж коль скоро мы дома остались я хочу вам показать то что меня давно просили мои поделки опять друзья вот сейчас немножко покажу вот в частности я уже практически продекорировала покрасила вот этот свой столик помните я вам показывала его я скину и в конце своего видео и внизу и даже вы знаете вот у меня если кто может быть не знает особенно не в курсе как пользоваться я вам покажу наверху в правом верхнем углу всегда на моем видео там на в кружочке в белом такая буковка и с точкой ай вот вы если нажимаете на эту буковку и то там я вам специально прикрепляю вот видео которое бы в общем то как-то связаны с тем моим которое я веду сейчас ну и в частности вот я покажу вам те кто не видел мои то постоянные подписчики наверняка знают уже и видели а те кто не видел покажу вот этот столик как он выглядел я его купила по-моему за два фунта на не нашим кабуцейл он у меня давным-давно тут стоял не до него руки не доходили а вот сейчас вот так вот я его декорировала вот если может быть кто-то помнит и видел как он но кто не видел посмотрите кому интересно как он выглядел за два фунта куплен вот сейчас я его сделала вот такой шабишик покрасила белой краской краску эту я вам тоже показывала вот такая видите шелки финиш фурнитур paint вот она такая на меловой основе вот как раз для шабишик и вот я кстати вчера как раз занималась вот декупажем вот я крышку стола видите сделала декупаж такой вот не знаю нравится вам нет это специально для декупажа салфетки и рисовая бумага я использовала сейчас в частности немножко покажу но это в принципе конечно кому как нравится украшать ну вот я что-то решила вот так в этот раз столешницу украсить вот может быть кто помнит я тоже уже показывала вот в частности декупаж в таких же точно шабишик и декупаж такой же техники исполнения это вот такой вот у меня комодик был очень старый страшный я его сделала вот так для себя вы знаете он мне очень очень нравится ну и вот такая же техника исполнения и такой же такая манера вот эту столешницу я решила украсить вот точно так же тут как говорится на вкус и цвет вот у меня есть кстати похожий столик вот смотрите вот этот вот у него он чисто деревянный он не из каких не прессованных опилок то есть вполне себе ценный он такой тяжеленький а вот у меня который был раньше посмотрите они практически идентичные вот видите эти столики вот близнецы братья получается только один пониже который новый а этот повыше но он точно точно такой же только у него вот была столешница вы знаете она была вполне себе приличная вот такая даже видите полированная очень плотная и я посмотрела и решила что на этом столике я столешницу не буду декупировать пусть она останется как есть вот у меня вот этот столик он уже давно я им пользуюсь у него и высота вот как раз к моему дивану подходит а этот видите столик намного ниже и в принципе я бы его конечно тоже оставила себе но так как у меня уже его стоит некуда сказать по правде а а потом я только даже еще не успела его покрыть я еще буду сверху лаком покрывать сейчас вам расскажу все это постепенно просто сейчас объясняю вот я по разместила его фотографию на нашем тут сайте на котором я обычно продаю английский на i love white сайт называется вы бэй и вот уже его купили за 25 фунтов ну не знаю 25 фунтов конечно не ахте и деньги так скажем да но люди приезжают сами забирают платят мне наличкой и меня это вполне устраивает два фунта но плюс мои вот эти вот какие-то затраты на вот вот эту рисовую бумагу и на вот эти декупажные салфетки ну и вот вам пожалуйста ну может быть я не знаю 20 фунтов прибыль профит ну а сейчас вот кому интересно я немножко поконкретнее коснусь вот как я делаю вот этот вот декупаж на сейчас вам покажу ну вот вы знаете у меня так как я этим уже давным-давно занимаюсь у меня уже есть вот такие вот купленные листы вот это вот рисовая бумага как я сказала вот пожалуйста вы можете найти здесь вырезать любой рисуночек который вам нравится любую картиночку и вот купли купировать на свою мебель либо вот такое вот видите вот лондон град тоже вот она специально сделана вот такими вот маленькими картиночками которые вырезаются и потом наклеиваются но у меня довольно много здесь нити вот этой рисовой бумаги всякое разное потому что как я уже сказала я занимаюсь этим давным-давно но еще у меня огромное количество вот именно вот этих салфеток для декупажа видите какие они красивые вот всякие разные вот они вот так вот смотрятся у это все у меня разрезано как вам показать целую ну вот она такая вот целая видите состоит из четырех одинаковых фрагментов специально для декупажа вот вот такая видите тоже вот четыре разных фрагмента я разворачивать не буду но вы понимаете да вот так вот выглядит эта салфеточка вот такая ну то есть у меня тоже уже огромное количество всяких разных салфеток их красивая найти довольно трудно это вот кстати мне даже отдали мои друзья на столе у них были эти салфетки я сказала какая красота и мне их дали вот такие салфетки ну в общем так какие у меня тут еще вот такие видите да вот вот эти очень красивые у меня кстати они тоже уже использовала это вот частности этими розами видите я докупировала свою прикроватную тумбочку вот так уже в другом немножко стиле но очень мне тоже нравится вот какие моменты я бы хотела отметить тем тем кто хочет заниматься декупажем декорированием своей какой-то мебели старой это делать очень несложно всю эту технику я тоже по моему вам показывала уже вот сначала шкурите снимаете старый лак старую краску потом вот этой вот краской специально для шаби шик как какого цвета вам нравится но я в основном беру слоновую кость или старый антик white как здесь применяю краску эту и потом когда она высыхает вот она может быть даже просто вот так вот выглядит очень даже тоже приятно но если вы хотите составить вы опять же можете немножко подшкурить кое-где и чтобы она вас выглядела вот состаренная вот может быть как вот здесь у меня видите вот он кое-где сделан специально как под потертый старый пошкуренный столик вот как-то кому как нравится очень это все делается легко что если касаться конкретно декупажа вот например вот рисовая бумага и и надо немножко заранее замачивать то что она все-таки не такая плотноватая чтобы она потом у вас не пузырилась ну и когда вы уже подготавливаете вот эту вот какую-то вы нашли картинку вам нравится вы хотите ее подготовить для того чтобы уже купировать вашу какую-то мебель да вот я хочу здесь обратить ваше внимание я тоже много раз экспериментировала и я знаю то что лучше вот картинку вот допустим вы хотите взять вот конкретно вот этот вот мотороллер да так вот вы его не вырезаете а вы его обрываете вот видите вот берете просто вот как бы вам прям показать одной рукой я не знаю очень мне неудобно мне кажется что вы понимаете да вот просто берете и вот обрываете по картинке вот так вот не обрезать обрывать вот вот ну вот как то вот так да пусть даже будут они вот у вас такие неровные эти концы вот здесь вот даже вот этот край тоже бы я оборвала то есть вот когда я обрываю то она получается знаете более интересно смотрится уже когда вы купируете мебель декупируете вот в частности здесь если вы посмотрите видите вот у меня они все эти мои картинки они не вырезанные они оборваны и вот когда они оборваны они смотрятся как-то по моему даже намного интересней как-то колоритнее хотя тут опять как говорится на вкус и цвет пожалуйста как нравится так и делайте ну и так как я уже конечно это все сделала вчера без камеры с камерой мне к сожалению неудобно все это делать но я вот вам все-таки покажу если кто хочет это тоже применить как это наносится но вот смотрите я беру клей пва немножко и воды вот я вот размешиваю делаю такую однородную 1 массу вот так вот я размешиваю да вот такая получается у меня абсолютно на глаз немного воды немного клея здесь можно ошибиться это не суть что ничего вам не испортится больше меньше можете варьировать сами ну и потом вы раскладываете на свою поверхность вот такие вот кусочки как вам нравится как уже тут тоже ваша фантазия буйная вам подскажет но частности как я покажу вам вот на этом кусочке получится ли у меня одной рукой то есть вы его кладете и просто вот так вот этой вот жидкостью вы просто вот так вот аккуратненько от центра наносите и разглаживаете вот так видите аккуратненько чтоб не было никаких пузырей и вот этим вот раствором воды и клея пва вот так вот аккуратно наносите и потом может быть даже промокаете какой-то тряпочкой вот так вот чтобы у вас разгладилась это все вот чтобы никаких не было у нас пузырей чтоб все было ровненько все это наносится одно второе третье вот примерно так видите да потом вы отдаете этому высохнуть всему всей этой красоте но я просто показала здесь кусочек специально для вас испортила один один из кусочков своей салфеточки но ничего когда у вас высыхает ваша вся эта красота которую вы наносите на следующий день вы еще раз точно так же только уже более насыщенным раствором клея пва наверное две части клея пва одна часть воды вы опять все это прокала прокрашиваете вот этим вот раствором клея пва и воды и опять даете высохнуть ну потому что как вы понимаете что это же все-таки столешница она должна будет пользоваться дальше и чтобы это все у нас закрепилась получше вот конечно самый лучший вариант это если у кого-то есть возможность такая то просто положить вырезать вот такой кусок стекла и положить вот сверху на просто кусок стекла на эту столешницу это будет самый лучший оптимальный вариант но так как у меня здесь такого не получается вот я просто знаете что еще делаю я обычным потом после того как высыхает вот дважды клей пва нанесенный я потом просто клею то есть на наношу сверху лак обычный лак фурнитуры для мебели лак вот блестящий или матовый какой вам больше нравится вот тоже дважды или трижды наносится этот лак все это высыхает и вы знаете можете пользоваться без проблем уже испытано давным-давно вот у меня кстати столик вот тоже декупирован вот как я вам сказала это потом он покрыт лаком несколько раз и уже давным-давно я его использую ничего тут не случается с ним он прекрасно себя чувствует уже давно также кстати вот у меня вот такой столик есть очень старинный кто разбирается видите витые ножки у него он тоже из такой из благородного дерева какого-то очень смотрится хорошо вот этому столику наверное лет сто это остался один один из той чайка этого той мебели которая у меня осталась из нашей прошлой жизни с мужем мне он очень нравился и вот я сейчас смотрю на него думаю что так как у меня уже все в этой комнате в белых таких тонах то я он у меня короче ожидает своей участи я тоже его буду шкурить буду в общем покрывать белой краской шабишик как до стальная мебель и возможно буду тоже продавать вот он ждет своей участи если кто желает я также хочу вот вам показать как делается вот такая ваза как и декорируется она вот именно вот так наносится рисунок видите очень красиво тоже моих поделках мои хобби скину вам внизу видео кто не видел и посвящу этому тоже одну свою передачку сейчас все вместе у меня не получится ну вот так друзья я сегодня такое небольшое видео мое дома потому что на улице мерзкая погода уже который день у нас вот но и напоследок я хочу друзья знаете что спросить у вас хотите ли вы пообщаться в прямом эфире вот такой стрим называется стрим прямой эфир где мы с вами конкретно непосредственно в одно и то же время находе я нахожусь прямом эфире вы мне задаете вопросы я на них отвечаю вот как-то так если желаете прямой эфир пожалуйста пишите я уже посмотрю по количеству желающих стоит или не стоит мне делать стрим с ответами на ваши вопросы потому что вопросов много вопросы бывают повторяются очень часто если хотите то пишите пожалуйста на я сделаю стрим стоит это или не стоит делать ну а на этом друзья мои видео я заканчиваю всего вам доброго увидимся удачи берегите себя не забывайте смотреть рекламу и ставить лайки пока пока